Хоккейный клуб «Адмирал» в городе Хельсинки встречался с местным Йокеритом. В первом периоде команды присматривались друг к другу, параллельно проверяя соперника на прочность мелкими стычками. Голов в стартовом отрезке болельщики так и не увидели, зато накал страстей и жесткость столкновений росли с каждой минутой. Открыть счет удалось только в середине второй 20-ти минутки. Приморцы, будучи в меньшинстве, провели атаку 2 в 1, и Джеймс Райт точно вколотил шайбу в ворота. Однако череда удалений у «Адмирала» сыграла вскоре в пользу хозяев. Йокерит счет сравнял. Хухтала оборвал рекордную сухую серию Игоря Бобкова. Моряки в дальнейшем провели уйму хороших атак, но голкипер Финов сводил все на нет, за что и получил звание лучшего игрока матча. А вот нашему вратарю, да еще и в постоянном меньшинстве, отстоять настолько же хорошо не удалось. Джокеры под конец матча вышли вперед. Владивостокский клуб, увы, ничем ответить не смог. 2-1. Йокерит продолжил беспроигрышную серию в матчах с «Адмиралом». Мы провели неплохой матч и по движению, и по борьбе, но не забили в большинстве. Есть вопросы к судейству. Болельщики на финской арене так бурно реагировали на происходящее на льду, что, как мне кажется, судьи немного потеряли концентрацию и реагировали на эмоции зрителей. Были у нас в концовке моменты, чтобы сравнять счет, но вратарь соперника сыграл здорово. Приморский клуб все еще остается на шестой строчке в конференции «Восток». Следующий матч «Адмирал» проведет в Риге, где 12 ноября встретятся с местным «Динамо». Луч «Энергия» пытается спастись от банкротства. Еще в сентябре футбольный агент Дмитрий Кигинько захотел окончательно решить судьбу Приморского клуба и его финансовых трудностей. Дело в том, что индивидуальный предприниматель работал с «Тиграми» на протяжении нескольких лет. В 2013 году благодаря агентской работе Кигинько «Луч» пополнился полузащитником Денисом Клопковым, а в 2014 – полузащитником Максимом Бурченко. Сумма вознаграждения для агента составила более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Денег Кигинько так и не получил, и теперь желает, чтобы Владивостокский клуб признали банкротом. В арбитражном суде Приморского края был оглашен перенос рассмотрения дела на январь 2017 года. Таким образом, у «Тигров» есть примерно два месяца для решения проблемы, которую, как отметили адвокаты команды, они пытаются решить даже в устной форме. Также в суде было озвучено, что перед налоговыми органами у «Желто-синих» скопилось более 18 миллионов рублей задолженности по налогам на имущество и НДФЛ. Как бы то ни было, сами футболисты продолжают участие в чемпионате. Сейчас приморцы, будучи на восьмом месте в турнирной таблице, готовятся к домашнему матчу с «Соколом», который пройдет 13 ноября. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.